Вот оно, очередное китайское чудо. RX на 16 гигабайт. Зелёный продаёт RTX 4070 или 3080 Ti с 12, а тут на тебе 16. Наши парни, например, Vicon, уже наращивали память картам, но тут случай особый. Беспощадные китайцы довели дело до массового производства. RX 580, которая RX 580 2048SP, которая при рождении RX 470, да ещё на 16 гигов. Серьёзно? Вот, кстати, обычная 580 RX, выводы мы по ней сделали достаточно конкретные, и я, если честно, не думал, что мы ещё когда-то вернёмся к этим видеокартам. Но вот сегодня мы попытаемся разобраться, нужны ли 16 гигабайт карте уровня GTX 1060, а это, напоминаю, нижний уровень производительности видеокарт, такую инфографику вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале, там же будет розыгрыш, если эта карта доживёт. В общем, на связи МК, тестируем Radeon RX 580, начинённую 16 гигабайтами памяти. Если вы IT-специалист, разработчик или просто интересуетесь технологиями, а я уверен, среди наших зрителей таких немало, 21 сентября Сбер приглашает вас на масштабную конференцию SmartDev 2023. Мероприятие пройдёт в легендарном московском кинотеатре «Октябрь». Это технологическая конференция для разработчиков и экспертов в области IT в России. SmartDev 2023 – площадка, которая соберёт ведущих инженеров и разработчиков из крупных зарубежных и российских IT-компаний. Топовые спикеры расскажут о развитии искусственного интеллекта, тонкостях проектирования архитектуры программного обеспечения и о перспективах в направлении больших языковых моделей. Участники конференции смогут не только узнать, куда и как всё движется, но и задать вопросы в ходе интерактивных дискуссий и круглых столов лидерам индустрии и разработчикам знаковых продуктов российского и международного IT-рынка. Конференция будет проходить как в очном, так и в онлайн-режиме, а вход на неё совершенно бесплатный. Чтобы занять своё место, достаточно пройти онлайн-регистрацию. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь на конференцию SmartDev 2023. И сразу отвечу на главный вопрос. Как такое родилось? Все мы знаем, что RX 400 и 500 линейки могли идти как с 4, так и с 8 гигабайтами памяти. Причём ушлые ремонтники во время бума майнинга предлагали услуги по наращиванию памяти, когда её перестало хватать для добычи эфира. Но 16 гигабайт? Где взять столько места на плате? В Mi 6. У AMD есть такой ускоритель Instinct для рабочих задач, и британская разведка тут ни при чём. Эта карточка базируется на том же чипе Polaris 10, что и обычные десктопные RX'ы, но при этом имеет те самые 16 гигабайт видеопамяти. Но если вы думаете, что достаточно просто взять уставшую RX 580, по старинке перепаять память, поиграться со страпами, залить модифицированный биос от серверной карточки, расстроя у вас ничего не получится. Стандарт памяти GDDR5 старый, ему больше 10 лет, и максимальный объём одного чипа может быть только 1 гигабайт. Получается, что обычная RX'а с 8 посадочными площадками не подойдёт. Более того, 16 посадочных мест на одной стороне карты снова нереальны, максимум 12. Значит, да, это своеобразный аналог RTX 3090 от AMD, где чипы памяти расположены с двух сторон. И это не прихоть китайцев, а физическое ограничение GDDR5, и в оригинальном инстинкте Mi 6, скорее всего, все 16 чипов расположены так же. Это же подтверждается маркировкой. Все 16 установленных китайцами чипов имеют одинаковые датакоды, то есть идут из одной партии. И с учётом того, что GDDR5 давно уже не производится, а других карт 16 гигами этой памяти просто нет, значит, все чипы взяты от оригинального инстинкта Mi 6. Ну а GPU это тот же ужарик, что и на предыдущей RX'е. Фактически, это чип от RX 470, который успел сменить пару досок и был перепрошит в RX 580 2048 SP с разгоном. По тёмному компаунду, по коцаному чипу и зелёному текстолиту видно, что GPU видел всякое, так что надеяться на долгую стабильную работу я бы не стал. Но вот что удивило, так это текстолит самой платы. Чистый, явно новый, без всяких следов флюса. Просто сравните с предыдущей RX'ой, которая пришла вся в липкой субстанции и со вздутыми конденсаторами. Сначала мы даже подумали, что китайцы берут родной текстолит от Mi 6 и распаивают на нём бэушный видеочип. Но нет. Если присмотреться к шарам под GPU и видеопамятью, видно, что и там, и там они блестят. То есть, они сделаны из свинца. При этом все крупные производители карт используют матовые, безсвинцовые сплавы. В общем, по моему мнению, судьба этой карточки такова. Китайцы где-то раздобыли кучу инстинктов, снимают с них память и ставят на собственный текстолит вместе с ужаренным GPU. С одной стороны, конечно, хорошо, что текстолит новый, но с другой никто не знает, насколько качественно они сделали разводку дорожек. Но вроде бы как работает. GPU при этом вместе с памятью не первой свежестью, причём первый в совершенно плохом состоянии. Короче говоря, карта очередной рандомный Frankenstein, пусть и с хорошим внешним видом и новыми термопрокладками. Что это за покемон мы поняли, пора переходить к синтетике. По 3D марку серверная RX набрала 3600 баллов. И это на погрешность ниже среднего результата обычных RX 580 2048 SP. Дополнительные 8 гигабайт видеопамяти в стандартном пресете этого бенчмарка не используются. Запускаем тест Superposition и сразу в 8К, чтобы проверить на стабильность и GPU и видеопамять. Нагрузка на память почти 9 гигабайт, правда при 10 FPS, но сейчас это не важно. А вот что важно, так это частота. Всего 800-900 МГц, тогда как обычные RX-ы бустят до 1.2-1.4 ГГц. При этом теплового троттлинга нет. За 15 минут GPU не разогрелся даже до 65 градусов. Китайцы отлично знают, что чип ужарен, и поэтому решили оттянуть его кончину, урезав теплопакет карты всего до 100 Вт, тогда как у честной RX 470 он 120. А если взять Instinct с полным чипом Polaris, все 150. Наш Frankenstein недоедает. Он упирается в лимит TGP, отчего не может бустить на полную. Но так неинтересно. Поэтому через MSI AutoBurner накидываем ему все 150 Вт. Разумеется, это вызывает увеличенный до 77 градусов нагрев в Superposition, но это все еще в пределах нормы. Зато GPU теперь, как и положено, бустит до 1.2 ГГц. Если захотите, не дай бог себе, купить такую карту, стоит помнить, что такой финт ушами опасен, и 7-летний чип может не пережить таких суровых испытаний. А что с памятью? Superposition как раз ее отлично нагружает. У меня наконец-таки появился нормальный тепловизор. Это китайский Infiray P2 Pro. Он есть и для андроида, и для айфона. Воткнул смартфон, запустил приложение и готово. Карта имеет совершенно бесполезный металлический бэкплейт, который никак не контачит с чипами через термопрокладки, поэтому его можно снять и все спокойно замерить. В итоге, спустя 15 минут теста, память с обратной стороны платы греется выше 80 градусов. По меркам современной GDDR6X это нормально, но вот для GDDR5 это уже критические температуры. Причем их можно было снизить, но, увы, китайцы решили, что сойдет и так. В нашем случае нам интересна максимальная производительность карты, поэтому все тесты дальше мы будем проводить с полным теплопакетом. Возможно, не выдержав нагрузки, сервер на RX отъедет прямо во время тестов. В общем, смотрим дальше. Первое, что приходит в голову видеокарту на 16 гигабайт видеопамяти, разумеется, тест в 4К. Очевидно, что честно, такое разрешение карточка уровня GTX 1060 в современных играх не вытянет даже на минималках, поэтому будем пользоваться современными благами масштабирования. Втыкаем FSR на ультрапроизводительность, чтобы разрешение рендеринга было около 720p, но при этом везде будем ставить текстуры на ультра, чтобы забить видеопамять по максимуму. Ну и разумеется, параллельно будем тестить карту в более реалистичном Full HD, в том числе для сравнения с RX 580 на 8 гигабайт. Традиционно начнем с Киберпанка, который пока еще не обновился до жористой версии 2.0 и нормально работает на старых картах, правда на низких настройках графики с FSR на производительность. Картинка в таком режиме, конечно, мыльновато, да и потребление памяти только 5 гигабайт. Зато средний FPS по бенчмарку заметно выше 60, так что играть будет абсолютно комфортно. И можно даже перетянуть пару ползунков на средний уровень или выставить FSR на качество. Результат у отвальной RX с прошлого видео на 8 гигабайт чуть-чуть хуже, 60 кадров в среднем. Хотя чип тот же, частота та же и выхода за пределы видеопамяти нет. Переходим в 4К. Не питая никаких иллюзий относительно мощи серверной RX-ы, сразу же ставим низкие настройки графики с FSR на ультрапроизводительность и снижение реального рендеринга до 720p. Но вот текстуры поднимаем до высоких. Нужно же как-то раскрыть потенциал 16 гигабайт видеопамяти. Увы, шалость не удалась. Да, кадры получились играбельными, порядка 40, и картинка не столь ужасная, как могло показаться. Но вот нагрузка на видеопамять даже до 7 гигабайт особо и не дошла. То есть на формальное 4К в Киберпанке способна и обычная RX 470 на 8 гигабайт. Единственный случай, когда нам удалось хоть чуть-чуть приблизиться к потреблению 8 гигабайт видеопамяти, это езда по городу в 4К с высокими текстурами и FSR на ультрапроизводительность. Это самое тяжелое место игры с кучей текстур, но даже в таком случае стандартной RX'е видеопамяти хватит, и смысла в 16 гигабайтах нет. При этом обратите внимание на шлейфы за авто. Слишком мало FPS, чтобы получить достаточно инфы, и поэтому здесь они выглядят особенно красиво. Но я знаю, что нужно делать. Запустим Far Cry 6. Игра интересна тем, что у нее есть возможность включить HD текстуры, которые требуют более 10 гигабайт видеопамяти. Сначала давайте протестируем на высоких настройках графики со стандартными текстурами, чтобы сравнить с 8 гигабайтной RX'ой. Результаты оказались максимально близки, 55 и 53 кадра в секунду. При этом чипы вновь бустились одинаково, а потребление видеопамяти доходило до 6,5 гигабайт, что все еще недостаточно, чтобы поставить на колени 8-гигабайтную карточку. Что там в 4К? Для начала низкие настройки графики со стандартными текстурами, но окружение на ультра. Разумеется, FSR на быстродействие. Увы, он первой версии, так что картинка мылится достаточно сильно. Но все еще поиграть можно без проблем, 53 кадра в среднем. При этом видеопамять занята на 7,5 гигабайт, так что 8 гигабайт хватило бы и тут. Ну а теперь дичь. Докачиваем 30 лишних гигабайт, включаем HD текстуры, переходим в 4К и любуемся аж на 10,5 гигабайт занятой видеопамяти. И это на всех остальных низких настройках графики. Тут уже 8-гигабайтная карточка радовала бы нас неподгруженными текстурами и фризами. А вот у серверной RX'ы все окей. Даже с запасом. Потребление больше 10 гигабайт с HD текстурами на высоких настройках графики будет даже в Full HD. Правда, если поставить FSR на быстродействие, картинка превращается в высокодетализированное мыло. Где еще можно попробовать выйти из диапазона 8 гигабайт? Forza Horizon 5. На высоких настройках графики без FSR в Full HD видеопамяти хватает с запасом. 5-6 гигабайт. При этом кадры вполне играбельны, порядка 55 по бенчмарку. Это нам не интересно. Ставим 4К, низкие настройки графики, а вот текстуры, окружение и машин на экстремально высоко. FSR, чтобы не убить FPS в ноль, приходится ставить на сверхвысокую производительность. И да, у нас получилось почти 9 гигабайт видеопамяти. Карточка разогрелась до 72 градусов и при этом не скидывает частоты. Итоговый результат почти 40 кадров. Давайте перейдем к крошилу у советских роботов в альтернативном 20 веке. Atomic Heart базируется на движке Unreal Engine 4, имеет отличную графику, что, разумеется, сказывается на потреблении видеопамяти. На высоких настройках в Full HD игре понадобилось порядка 6,5 гигабайт. Оптимизация при этом на высоте. В таком режиме карта 7-летней давности выдает в тяжелых городских локациях комфортные 40-50 кадров. Давайте попробуем 4К. Может тут удастся вырваться за пределы 8 гигов. Увы, нет. Тут снова ограничением является сам GPU. Чтобы получить играбельные 40 кадров, приходится выставить FSR на ультрапроизводительность, а настройки графики в минимум за исключением текстур. В таком режиме потребление видеопамяти даже слегка меньше, чем в Full HD на высоком пресете, порядка 6 гигов. Ждать от новой космической саги Starfield большого потребления видеопамяти тоже не приходится. Игра базируется чуть ли не на 15-летнем движке, и при откровенно посредственной картинке на низких настройках графики в Full HD при включенном FSR 2 умудряется анорексия выдавать лишь около 30 кадров в секунду в простой локации. Потребление видеопамяти при этом порядка 6,5 гигабайт. Так что и 8-гигабайтная карточка справилась бы тут ровно так же плохо. Обновленный Ведьмак 3 всосал в себя множество модов, в том числе на качественные текстуры, которые повысили потребление видеопамяти. Но не настолько, чтобы 16-гиговая карточка могла развернуться на полную. Даже в 4К с запредельными плюс-текстурами потребление видеопамяти не доходит и до 8 гигабайт. Ладно, не будем ходить вокруг да около. Мы точно знаем игру, которая готова потреблять видеопамять как хром-оперативку без всяких HD текстур. Это remake Last of Us на ПК. Игра порадовала геймеров отличной оптимизацией, и хотя патчами ее жор снизили, аппетиты все еще велики для выдаваемой ей картинки. Текстуры ландшафта, эффектов, скорость загрузки текстур и качество персонажей на максимуме. Остальные в минимум и FSR на ультрапроизводительность. То есть реальное разрешение рендеринга всего 360p. В итоге серверная RXA вытянула игру в 50 плавающих FPS, а потребление видеопамяти перешагнуло за 9 гигабайт. Можно даже подняться до 2К, сохранив те же настройки. Это увеличит нагрузку на видеопамять на пару сотен мегабайт, оставив FPS на играбельной отметке выше 40 кадров. Конечно, это не единственный проект, который может идти на RXA и требует для себя больше 8 гигабайт видеопамяти. Doom Eternal – игра, отлично заточенная под карты AMD, поэтому даже на старенькой RXA можно ставить 4К с низкими настройками графики, динамическим масштабированием, а вот текстуры – на абсолютный кошмар. Как итог, FPS пляшет около 60, а вот видеопамяти занято больше 10 гигабайт. Трепещи – отвальная 8-гиговая RX 470. Ну и под конец пару киберспортивных игр. Они обычно хорошо заточены под слабое железо, поэтому даже в 4К ожидать от них большой нагрузки не стоит. Например, в Dota старенькая RXA выдала под 80-90 кадров на Ultra, но видеопамяти было занято лишь 4 гигабайта. В танках ситуация примерно та же. На средне-низких настройках с текстурами на Ultra в HD клиенте можно получить комфортные 70 FPS в среднем, при этом будет занято 5,5 гигабайт видеопамяти. Встроенный тест N-Core выдает почти 14 тысяч попугаев на максималках в Full HD, и это на 1000 баллов меньше, чем у обычной китайской RX 580. В общем, для максимального киберспорта 16 гигабайт видеопамяти пока точно не нужны. Думаю, выводы здесь очевидны. Без мощного видеочипа 16 гигабайт видеопамяти в играх практически бесполезны. Народной 7-летней RXA уже окончательно пора на покой, прихватив с собой парочку Xeon. С современными плохо оптимизированными проектами в Full HD она с трудом справляется даже с читерским масштабированием. И даже если мы специально выставляем текстуры на Ultra, чтобы повысить нагрузку на видеопамять, все еще в большинстве современных игр у нас не получается выйти за 8 гигабайт в 4К. Но почему на других картах в 4К может быть заняты и 10, и даже 15 гигабайт видеопамяти? А все просто. Видеопамять нагружает не только текстуры. Есть множество графических настроек, которые потребляют пару лишних гигабайт VRAM, но в случае с RX 470 такие красивости нам просто недоступны. Они сильно нагружают и без того дохлый GPU. Тут мы можем повысить только текстуры, которые при условии достаточного объема видеопамяти совершенно не снижают FPS. Эта карточка точно войдет в историю моих самых глупых покупок. Даже обычная китайская 8-гиговая RXA, которую я также не рекомендую к покупке, в большинстве игр будет справляться ничуть не хуже, а обойдется она в 2 или 3 раза дешевле. Единственное логичное применение вот таких карточек – это рабочие задачи. Например, многошаговая генерация картинок в Stable Diffusion легко может потреблять свыше 12 гигабайт видеопамяти. Да, это самая дешевая карта с 16 гигабайтами памяти, но с ужаренным видеочипом, бэушной памятью, простейшим охлаждением и доской самого низкого качества. Для примера, у этой 8-гиговой RX-ы проблемы со стабильностью начались примерно через 3-4 недели игры в танке. И одно дело – рискнуть 3-4 тысячами, другое – 12-ю, за которыми уже на Авито можно найти GTX 1660 Super или TI в куда более лучшем состоянии и гораздо более высокой производительностью. У меня на полке уже вот эта 580-ая есть, поэтому я разыграю вот эту среди подписчиков, причем я не обещаю, что она будет у вас сколько-то работать. Также у нас будет розыгрыш ОЗУ. Прошлый победитель отказался, он сам из Узбекистана, но мы отправляем только по России. От денег он тоже отказался, за что ему большое спасибо. В общем, ну и там же мы разыграем костюм МК. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Переходите по ссылочкам в описании. Еще увидимся. Пока.